хайо гайсу мишеньки и мы продолжим проводить и руб под названием форума лон никогда не один поехали девочка не могла поверить своими глазами все вокруг была разрушена от ее племени не осталось и следа что же могло случиться не может быть что все это только из-за метели команда и кумала посреди горящих развалин появился огромный дух сочувствующий лишением девочки гагары были не десны прибывшими страны маленькие человечки появились по земле чтобы покопаться в руинах деревни но я понимаю что когда ветер мне нужно а так за девку тоже может так летать нифига я могу с помощью порыва ветра как летать это можно будет использовать вот был бы здесь порыв ветра мы бы уже перелетели на ту сторону подойди сюда внучка сказал человек сова откуда он меня знает подумала девочку потому что я охраняю тебя если бы у меня был мой я могу помочь тебе найти того кто разрушил твою деревню а у него что-то на палке выигрывали на только что блин я не вижу я просто вижу такая порванная анимация биение сердца общины происхождение барабан бубен является общим для всех культур на аляске бубен есть у всех культур однако возможно некоторые стилистически иные либо различаются материалы но вся суть по-прежнему в результате жизни и жизнеспособности а еще бубен отражает биение сердца если тогда бить в бубен очень скоро твое сердце начинает биться в таком же стиле и это именно то что должно быть им бедение сердца общины символизирующий жизнерадостность это просто невероятно потрясающее чувство когда ты находишься в одном месте с длинной вереницы бьющихся в бубен людей когда тебе охватывает чувство единства и все вокруг напоминает гармонии и кровь унисон дарит самому прекрасное чувство еще знает что ты связан что ты находишься на земле даже если ты выросла в не в общении хотя ты и носишь у себя в душе это самое величайшее чувство это него я тебя разошелся у него шарились когтей саблезуба хотя саблезуба не вообще существует он момент и уже не помню так стопы это было так писец погнали а и 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 нажмите ею держишь чтобы захватить но довольно медленный процесс происходит ничего вообще ящик а я понял для чего а видно часть где переход вот смотрите мы заходим через вот эту линию камни вот ошибки видно где свет падает не туда и хрена барбана приорвана девочка и они пошли посмотреть кто там шумит хорошо они смотрят волчонка пробили моего это вот что мне делать так вот это начинается немножечко сложности геймплея а подожди то есть это лавовый круг его трогать нельзя но я не понимаю что мне вообще делать тебя . перехитрила маленьких человечек и меня уже и нашла барабан человека савы тогда мы трогать вообще не могли ко мне так окей ну вы немножечко сюжет входите я надеюсь девочка вернулась вместе с барабаном он был так счастлив и так горд девочкой у него было для нее ответный подарок человек сава сказал я сохранил это для тебя так у нас есть оружие мужику весело бола но это их не оружие для зацепа так что мы называем коломитон делается из сплетенных жил привязанных к тяжелой кости и ее можно раскручивать и бросать в моем случае это было веревка иногда во время охоты на китов поднимаются руки и бола очень легко когда охотятся на китов и нельзя поднимать руку поэтому чтобы спить утку нельзя стрелять из ружья знаешь было очень удобное оружие для охоты на уток утка летит и бросаешь бол она нравится оптицу и это падает да это считаете наше теперь нынешнее оружие будет надеюсь прицел будет показан нас а то есть у нас даже прицела нету для того чтобы понять куда я целюсь а смотри все я могу правой кнопкой мыши короче ее рука это почему они могут зацепиться могу ну чё я должен за каждого запрыгивать на кием неудобнее короче ее рука это прицел когда она показывает тихо не падаем не падаем не падаем не падаем не падаем бац когда двое продолжили свое путешествие хорошее прицел очень хороший прицел удобный чисто удобный прицел что еще могу сказать тихо 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 не падаем не падаем пипец писец так давай писец так давай писец страна то что мы управляем всем этим девка сама может прыгать а писец не может тихо 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 за девчонку сейчас будем это делать прыг-прыг прыг-прыг на на колесе деревьев парчика наткнулся на ужасного ни хера себе он магию и может использовать он приказал ей остановиться не остановлюсь а ты шо она была сильнее чем он думал что дочке при виде был теплым бак дани ой я упал именно ее наискал при виде гола его гнев лишь усилился именно и он искал я уду мне немножко не нравится то что не сразу используется зацепил макушку это хорошо дай мне балл она пуля и быстрее буллу душу ей виноват то что она такая медленно ло она полу очень долго достает пиздец понимаете вот ты хочешь быстро чтоб она достала болга ты нажимаешь кнопку стрелять она нужно удерживать хотя бы еще секунду чтобы она достала эту буллу короче да нужно прыгать чтобы успеть чудо разбежав два друга оказались еще больше и бене меня потом все ненадолго успокоилась но в свое снова подул ветер разглядеть что-нибудь во время метели было очень сложно роберт кливленд на суку два дня не дрейфовали на льдине на мили самый страшный случай со мной было когда мне было двенадцать лет во время охоты на уток нас унесло на льдине было очень чистым небом нас было трое мой брат отец и я вдруг мы увидели на льдине появился темная темная тень мы смотрим на нее и она уходит нам мы все скованные от испуха а мой отец бросается бежать мы спешим к Торосу но лед резно кусок льда отломался у нас унесло драйв начало расстояние было небольшим они перебросали нас над водой но если один из нас будет на трое строй значит мы разделимся так выходит что у него есть с собой сотовый телефон он звонит и на 911 никто не берет трубку вот тогда мы испугались наверно худшее чувство в мире представление на отец остается сообщение потому что знать что входящие после того как он записывал сообщение у своего это был самый страшный момент в моей жизни но суть в слову проще я думал что мы обещали на смерть отец не сохранял спокойствие он старался вести себя подобающим образом поставьте себя я плачу а мой брат вообще не в себе и вот на семейную ясному дню пришел через несколько часов мы услышали как над нами летит вертолет должно быть это мы уже подумали что спасение но потом рокот вертолета стал уменьшаться мы оторвали кусок от нарт и подошли его они были бы дать сигнал поможет дать сигнал уже после того как нас спасли рассказал нам что увидел отблеск в тумане он снизил скорость и действительное как только он снизил скорость он смог увидеть нас это точно самый страшный момент в моей жизни был их куда-то на льдине не знаю что с тобой произойдет да это жутко блядь это жуткая херня это жуткая херня с тяжелого льда а я вижу белого медведь у нас глянь это было поводом для празднества я понимаю что то не было то что я вижу вон мясо на заднем фоне а точно ясно надо было сразу сделать ноги потому что он дрейфует он туда-сюда едет хороший лёд прочный а главное безопасный если словить ой 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 бежим 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 если словить этот момент прыжка то можно осмотрите льди на а не показалось нет ни хера не показалось бежим просто бежим я не хочу даже смотреть на это прыжок рыбки помогайте нам пожалуйста давай 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 погнали молодец медведь благодарим тебя оставь засветок м оуу не туда оню автор хотя подошли что мне нужно было делать dou А, нормально Нас в духе держат На плаву Я понял Быстрей Это еще не все Плевать на медведя, просто бежим Если ты перехитрешь жмелого медведя Не стоит расслабляться Голодный медведь не сдается так легко Толстого льда больше нет Нас очень беспокоят изменения климата Он происходит на протяжении многих лет И еще до того, как изменилось Заметили Инуиты уже говорили Наш климат меняется Если температура была повышена И дальше Нам придется очень трудно Прилетают другие птицы И прилетают они все раньше Иногда Дождя бывает очень много А мы знаем, что чем больше дождя Тем больше тает Вечная мерзлота Во время июня Во времени, когда Мне было девять Мы охотились на льда Толщиной около 7 метров Уже тогда Мимо порой проплывали Гигантские айсберги Первые вестники Изменения климата Неподвижный Прежде лед Начал таять Теперь 50 лет спустя Мы охотимся на китов с льдом Толщиной 45 сантиметров Толстого льда больше нет Это приводит к нарушению Нашего кита бойного сезона Да, на самом деле Всех сезон Я думаю, мы знаем Не меньше ученых Многие просто этого не хотят видеть Мы знаем больше о таких вещах Чем когда-либо будут знать другие Значит, если дождь херячит Часто значит льдиная Тая, да? Вечная мерзлота Земля была странной Как будто кто-то Почему именно тогда, когда я решил залезть? Я стоял, 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 стоял Ладно, было неподвижно А как только я залез, оно сразу не шел двигаться Мне просто прикал этот момент Она очень необычно двигалась Как будто кто-то дышит Так, готовимся к прыжку Так, девочка ее на ног Мой брат охотился в море на тюленей Зверь на пол на него сзади Ему удалось схватить нож и спастись И только потом он понял О нет Это мать По традициям мы избегаем убивать мать Матери всегда священы для нас И мы их защищаем Брат пристал перед светом Другим лесом Те решили, что он должен Простить малыша Поэтому мы оставили его Скоро он подросся Начал перелезать через И добраться до еды для собак Так что мы сказали брату Что ему лучше научиться медведя Выживать самостоятельно Он так и сделал Я действительно Привязался к медведю Так как буквально я выросла с ним Иногда, когда брат выходил Его на прогулку Он сажал меня медведю на спину И я ехала на нем Вместе с ним И да Когда я была самая счастливая Девочка в мире Блин, хорошая история Слышите Про медведя Ну да, конечно Начало не очень Ух! Упалимся Давай Фу, хорошо Так, нам куда-то нужно На куда-то дойти И закончим Потому что уже времечко Давайте В этой пещере Не, короче До слов дойдем И закончим Тихо Оп Норка упала Та не падай ты Которую он Обретал Незваные гости Ой Так Куда нам дальше Я немножко не собрался Что мне делать Я понимаю Что мне нужно Сюда Спрыгнуть Что мне нужно Делать С белым медведем Я не хотел Тихо Нет Нет Мишка Нет Что Что мне надо Что я должен был Там сделать Окей Это второй раз Я просто А что А что я должен был Сделать Я понял Им удалось Убежать Но вскоре Они узнали Что на земле Было Под ними На самом деле Нихера Это что Кит такой здоровый Ладненько Давайте тогда Мы с вами На этом закончим Поэтому всем спасибо За просмотр Ставьте лайки Подписывайтесь на канал Комментируйте Всем удачи Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok